Украсть удачу, похитить у человека успех в бизнесе или в личной жизни. Такое возможно? Да, к сожалению, возможно. И сегодня я расскажу, что это и как от этого уберечься. Графиня Елизавета Батарея за своей завистью, красоте и молодостью других женщин убила несколько сотен человек. В своем подземелье она жестко мучила юных девушек, чтобы отобрать у них красоту. Не хочу вдаваться в подробности, слава богу, эта жуткая графиня осталась в прошлом. Но страшные истории все же случаются и сегодня. Однажды ко мне на прием пришла Ирина. Очень худая, с венами, проступающими сквозь кожу. Под глазами синяки, волосы почти сплошь седые, на вид за 50. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что ей всего 38 лет. Ирина рассказала мне, что она историк музыки. Ведет концерты, бывает на гастролях с известными музыкантами. И композиторами, и работает консультантом, ну и так далее. В общем, у нее достаточно публичная сфера деятельности. И она должна всегда выглядеть на высоте. Носить вечерние наряды, делать прически, делать мейкап. И вот в последние полгода что-то произошло. Довольно молодая еще женщина вдруг начала стремительно стареть. Ухудшилось качество кожи, пропал тонус мышц. Она стала быстро уставать. Волосы начали сыпаться. Грудь и подтянутая попа превратились просто в воспоминания. Кто-то из коллег пожалел Ирину и сказал, что это очень похоже на порчу. Надо бы обратиться к какому-нибудь чародею, экстрасенсу или ясновидящему. Если врачи не могут найти причину вашего недомогания, рядом с вами вянут комнатные растения, домашние животные сбегают или болеют, возможно, на вас есть негативное магическое воздействие. Довольно долго Ирина не могла с этим примириться. Она дама высококультурная, образованная, пойдет к кому? К какой-то бабке? Но в конце концов все-таки Ирина узнала обо мне. И я показалась ей человеком, которому может она довериться. И чтобы понять, есть ли на Ирине реальная порча, я сразу достала свои таро. И уже первая карта показала мне, да, негативное воздействие присутствует. Только на Ирине не порча, не проклятие. На Ирине крадник. Человек, который делает крадник, всегда переполнен завистью. Он хочет или забрать себе судьбу другого, или его красоту, или его семью. Задачи могут быть разные. Через крадник завистник подключается к человеку. И энергия начинает распределяться по принципу сообщающихся сосудов. Смотрите. Теперь добавим еще. И вот смотрите. Опять у крадника столько же. Разница только в том, что мы с вами можем пополнить первый сосуд. А в жизни человек, у которого что-то крадут, как правило, остается пустым. Его просто выпивают до дна. Интересно рассказываю? Тогда не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. А я продолжу рассказывать про Ирину. Что же я увидела? Я увидела, что на Ирине крадник. Это магическое воздействие, в результате которого кто-то забирает что-либо. В данном случае красоту и здоровье этой молодой женщины. Конечно же, крадник нужно снимать и убирать. Но для этого в ее ситуации мне было важно понять, кто именно крадет у Ирины жизненную энергию. Ирина призадумалась, ведь она часто работает на публике. И, по сути, позавидовать ей может абсолютно любой человек из зрительного зала. Но здесь, в этом случае, я видела, что это не чужой человек подключился к ней. И, по сути, влепил ей крадник. Крадник был в ее случае связан с кем-то, кто взаимодействует с ней напрямую. Обратите внимание, как вы общаетесь с подругой. Если она безразлична к вашим победам, но в случае несчастья она вызнает каждую мелочь и докапывается до каждой детали, стоит задуматься, а чего на самом деле желает вам этот человек. Ирина начала вспоминать, кто же мог позавидовать ей, пожелать украсть у нее ее красоту и молодость. И вспомнила. Не так давно она виделась с любимой подругой. И посовместительствовала с заловкой, с сестрой мужа. Они обсуждали дела семейные и заодно перетерли косточки всем подряд. И вот заловка обратила внимание Ирины на концертмейстера. Полненькую девушку, с которой Ира часто бывала в командировках. Назовем ее условно Татьяна. Уж очень она тебя хвалила, сказала заловка. Наверняка из зависти. У нее-то фигура с твоей не сравнится. Но мои карты как раз показывали, что комплименты, которые делает Татьяна Ире, на самом деле были искренними. Что ж, нам нужно было искать дальше, чтобы понять, кто же все-таки сделал крадник. Еще один образ, который приходит в голову, когда мы говорим о тех, кто использует крадничество, это вампир. Люди, которые занимаются крадничеством, могут не являться ведьмами или колдунами. Бывает так, что это просто часть их природы, как у вампиров. Они делают вам комплименты, они дарят вам подарки, они задают много вопросов о вас. Все это укусы вампира. А в случае, если человек вам завидует, он вампирским даром не обладает. Он идет к ведьме, и ведьма делает специальный ритуал. Ритуал, который подключает заказчика к жертве. И тот крадет все, что ему нужно. Надеюсь, тебе интересно узнать, как работают разные магические ритуалы. Обязательно напиши мне в комментариях, если сама сталкивалась с крадником. А я пока продолжу. В общем, Ирина стала думать, кто мог позавидовать ей и украсть ее красоту, молодость и здоровье. Она вспомнила, что недавно с любимой заловкой перемывала косточки знакомым. И выходило, что завистников у нее, может быть, немало. Например, Стася, подружка, с которой они вместе учились в Гнесинке. И с которой до сих пор они общаются. Судьба Стаси сложилась не так успешно, как у Ирины. Может быть, это она? Но мои карты сказали тоже нет. Потом Ирина назвала подругу Нину. Но это тоже была не она. Потом знакомая по имени Наташа снова мимо. Ирина подозревала в крадничестве даже своего мужа. Не очень уж успешного композитора, чья карьера уже несколько лет топталась на месте. Но и он не был виноват в бедах Иры. И вот тут я хочу обратить ваше внимание на один факт. Вокруг Ирины оказалось так много людей, которых она готова была подозревать в зависти и подлости. Но ведь в большинстве случаев свое окружение мы, по сути, выбираем с вами сами. Если вы хотите быть успешным человеком, красивым, здоровым, богатым, окружите себя красивыми, здоровыми, богатыми и успешными людьми. Если вы всю жизнь будете общаться только с неудачниками, вы сами навсегда останетесь неудачником. Почему? Потому что подобное притягивает подобное. Это закон. Возможно, сейчас мои формулировки грубые, но тем не менее факт остается фактом. Крадничество – это когда вы одна в своем болоте чего-то достигли, а другая жаба вам позавидовала. Так вот, вернемся к истории Ирины. Нужно было понять, кто мог ей так позавидовать, что забрал у нее с помощью магии здоровья, молодости, красоты. Ирина перечисляла разных людей своего окружения, которые были ниже ее по статусу. Но мои карты, Таро Райдес, говорили, что никто из них не делал ей зла. Тогда я подарила Ирине амулет из натурального аквамарина. Он должен был защитить женщину от лжи. Раз мы не можем вычислить недоброжелателя, тогда носите его постоянно. Посоветовала тогда я ей. Аквамарин развяжет язык завистнику. Уже через какое-то время, достаточно быстро, Ирина перезвонила мне и записалась на прием. И сказала, что вычислила злодея. То есть злодейку. Это ее любимая заловка по имени Инга. Да-да, та самая, с которой они все обсуждали. Та, которой она доверяла больше всех. Заловка сама призналась, что заказала знакомой ведьме сделать крадник. Чтобы Ира лишилась своей красоты и здоровья. За что же заловка так возненавидела Ирину? В первую очередь, конечно, ей казалось, что публичность и востребованность в профессии Ирина получила незаслуженно. Но ключевую роль сыграло то, что Ирина по секрету рассказала о своей заловке, что недавно ей пел дифирамбо и признавался в любви один очень известный композитор с мировым именем. Заловке стало обидно за своего брата, мужа Ирины. Он ведь тоже композитор, только не такой успешный. Инге показалось, что Ирина обманывает мужа, издевается над ним. Ведь он хоть и пишет оперы, а зарабатывает только занимаясь преподаванием. И деньги это весьма скромные. В общем, заловка делала вид, что она подруга Ирины. А на самом деле это была просто маска. Ни о какой дружбе и доверии лично с ее стороны речи не шло. Конечно, я сняла негативное воздействие с Ириной. Она освободилась от влияния крадника. Но ей пришлось пересмотреть свой круг общения, включая отношения с мужем и с его роднём. Быть единственной царевной лягушкой в болоте, где полно обычных жаб, непросто. Простите за грубую аналогию. Но если вы метите в царевны, для начала из болота нужно все-таки вылезти. Что же делать, чтобы избежать негативного воздействия от завистника? Ритуальные крадники делают ведьмы с помощью биологического материала жертвы. Волосы, ногти, пот отлично подойдут. А еще зеркала. Поэтому следите, чтобы ваши волосы, ногти не попадали никому в руки. И не стоит принимать, кстати, зеркала в дар. Обратите внимание, бывает, что человек говорит вам приятные вещи, а у вас на душе как кошки скребутся. Вам как-то даже нехорошо от этого. Возможно, вы имеете дело с лицемером. Поэтому не подпускайте такого человека близко. Не принимайте неожиданные подарки. Не принимайте подарки от людей, которые вас не любят. А еще не поднимайте на улице вещи и не приносите их в дом. Если у вас за спиной что-то шепчет, пропустите вперед. Не заводите в дом людей, с которыми вам плохо. Если вам льстят, поблагодарите. Но не принимайте в сердце. Оставайтесь спокойными. Помните о том, что сплетни всегда порождают зависть. Помните о том, что если вы кормите своего завистника, информация о себе в таком объеме, которого достаточно, чтобы вам действительно завидовать, ждите от завистника нож в спину. Он может проявляться как угодно. Помните о том, что радость с вами делить могут только близкие люди. По-настоящему те, кому вы можете доверять. Меня зовут Виктория Райдес. Я жрица культа предков. И я собрала для вас самые интересные истории из моей практики. Для того, чтобы вы могли чему-то научиться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!